всем еще раз привет с вами Ольга Чернова у нас также 14 марта и вот сейчас пока я сижу здесь занимаюсь посевами я уже говорила что вчера я села начала посев именно с таких с крупноплодных вот у меня медовый король рубиновый кубок загадка природа Андреевский сюрприз посадила сибирское яблоко бычий лоб все которые высокорослые крупноплодные вот сегодня вторую партию набираю и хочу поговорить на тему которую подняла сегодня в комментариях я прочитала Олеся Забелина она мне спросила она очень внимательная она мне напомнила что в семнадцатом году я делала посадки сортов с зимними названиями для выращивания в теплице в этом году буду ли я сеять спрашивает или этот способ плохо себя показал почему я ничего не говорю что для теплицы я буду сеять вот эти холодостойкие сорта да у меня был неудачный опыт я уже рассказывала что я больше не буду запихивать в жаркую теплицу вот эти вот сорта зимние с зимними снежными названиями для тех кто не знает я хочу уточнить но напомнить какие я называю зимние снежные снежные очень много сибирских сортов которые выведены специально как холодостойки для нашего региона которые выдерживают длительные такие холодные весной периоды это и снежная сказка полярный скороспелый сибирский скороспелый тут же у нас и таймыр полюс аляска льдинка подснежник метелица сразу из названия видно что они снежные они зимние как я их называю и на многих из них вот здесь вот снежиночка нарисована написано испытано в сибири или просто вот на настеньки купила последний раз настеньку чтобы показать вам сейчас скажу зачем показать вот тут снежинка и термометр вот это и называются снежные ну как они снежные не все одинаковые вот например настеньку тяжеловес сибири я выращиваю в теплице сейчас две минуты скажу зачем настеньку купила многие не могут приобрести в своих регионах настеньку и спрашивают какой фирмы настеньку я выращиваю но так как у меня настенька уже давно свои семена я вот увидела в магазине и купилась чтобы специально вам показать вот такая настенька семена алтая поэтому вероятно вы ее не можете купить потому что все привыкли что сибирский сад он сибирский сад из новосибирска это более крупный город фильма фирма более крупная и она поставляет семена во все регионы россии наверно потому что сибирский сад знают все а семена алтая это в нашем в краевом центре в барнауле город более маленький фирма менее известна и поэтому скорее всего семена настеньки других регионах именно поэтому и не не продаются потому что скорее всего не налажены наверно связи вот эти вот какие-то там как это считается логистика хромает или что вот такая вот настенька семена алтая когда я покупала я покупала настеньку вообще когда-то в белом пакете в простом если честно не помню и сразу скажу многие спрашивают какой фирмы вы предпочитаете семена я не делаю не отдаю предпочтение ни одной из фирм я беру вот какой мне понравился по описанию написано например что там неприхотливый низкоуслый все если не нужен такой беру такой если вижу написано там высокорослый крупноплодный если мне вот такого сорта не хватает я беру такой и название фирмы неважно там есть и биотехника и гавриш и еще какие-то неважно мне главное посеять чтобы хотя бы 23 куста выросла потом я уже начну брать оттуда свои семена у меня будет свои фирменные семена так вернемся к снежным названием вот такие как полярный скороспелый таймыр аляска все я попробовала их загнать в теплицу и вырастить там знаете мне почему не понравилось потому что возможно нужно было немного пораньше высадить все-таки если томаты у меня сложилось вот такое впечатление мое мнение вот после этого эксперимента что если они специально выведены нашими селекционерами учеными для того чтобы преодолевать холод чтобы выдерживать именно наш холодный этот климат чтобы они могли расти в прохладном грунте то наверное все таки как говорится для чего родился где родился там и пригодился наверное все таки на улице им комфортнее потому что в теплице у них плоды были маленькие такие ну как они столько не наливались возможно от жары они мучились у них были плоды маленькие завязей было много но они были намного намного мельче мы знаем все что как в периодов такие жаркие когда жаркое лето то плоды мельчают на улице же в этот же год эти же томаты дали нормальные такие крупные плоды они были все увешаны плодами вот они у меня росли на приступке к теплице там где я снимала видео что снимаю пять ветер с двух квадратных метров земли вот там как раз вот эти снежные были у меня полюс аляска таймыр метелица они были все увешаны томатами их же коллеги вот эти же сорта посаженные в теплице были они тоже были увешаны но мелкими такими как ранее точками и вот когда люди еще раз доказывает что когда люди некоторые пишут что вот этот сорт плохой у меня совсем не получился какой-то мелкий кислый все-таки от условий выращивания очень много зависит вот я на своем примере убедилась посадила туда посадила сюда земля и небо и вот мелкие из теплицы я даже оббирать не стала потому что они такая мелочь с них не я не стала брать семена потому что я побоялась что они передадут вот эти какие-то качества свои нехорошие своим потомкам и кушать мы их не стали потому что достаточно много крупноплодных это было просто высажено в качестве эксперимента зато кусты у них там разрослись такие они стали такие как большие много зелени мало плодов и я поняла что хорошие условия вот такие комфортные им только во вред они вот привыкли жить в спартанских условиях и теперь я их буду всегда выращивать именно на улице для чего их и выводили поэтому я вот олесе хочу посоветовать если вы хотите конечно в качестве эксперимента можно высадить туда вот эти как вы говорите зимние томаты но все-таки я остановилась да вот настенька тут тоже нарисована снежинка и вроде как считается что она сибирский сорт но настенька и демидов ведут себя в теплице нормально а вот эти чисто снежные которые лединка снежинка полюс таймы вот эти мне не понравились все до свидания но это мое мнение я не люблю категоричных высказываний я не могу никому сказать не высаживайте эти сорта в теплице а вдруг у вас получится по-другому может быть лето будет не такое жаркое у нас было очень жаркое лето я не успевала даже их там поливать не хватало ни капельного полива ничего может быть у вас будет прохладненькое такое дождливое лето и может быть они там вырастут также как на улице всякое бывает я говорю только о своем опыте о своих впечатлениях и высказываю свое мнение а вы можете поступить как угодно до свидания желаю вам успехов больше экспериментируйте больше пробуйте больше узнавайте о сортах но вот я вот о них узнала что в теплице не нравится до свидания а